Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о лейзере, о самолете, который был добавлен на сайт Warshock Cash & Carry и который стал доступен для покупки. И смысл этого видео в том, стоит ли вообще покупать этот самолет и какие преимущества это нам даст. Для начала пойдем по порядку. Самолет лейзер был добавлен на сайт Warshock Cash & Carry примерно месяц назад. И стоил он на этот момент баснословных 6,5 миллионов долларов. На данный момент это самый дорогой самолет в игре. И то, что разработчики сделали его доступным к покупке, еще вовсе не означает то, что его нужно обязательно бежать и покупать. Особенно за такие деньги 6,5 миллионов. Потому что его ближайший конкуренция брат, Гидра, стоит всего 3 миллиона долларов. О преимуществах данного самолета рассказывать не имеет смысла, потому что на ютубе уже достаточно много видео от разных блогеров, которые вдоль и попереки изучили этот самолет и рассказали обо всех его преимуществах. Кроме того, у каждого из этих самолетов есть своя армия поклонников. Кому-то нравится Гидра, кому-то нравится Лейзер. Я ни в коем случае не хочу каким-то образом запятнать репутацию того или иного самолета, а считаю своим долгом рассказать вам о том, как сэкономить деньги при покупке Лейзера. Точнее, при его непокупке. Как мы все знаем, с выходом обновления контрабандисты нам стали доступны для покупки на сайте Мейсбанка ангары. Три ангара, которые находятся в форте Занкуда и два ангара, которые находятся в аэропорту Лос-Сантоса. На момент записи этого видео на все ангары, включая те, что находятся как в форте Занкуда, так и в аэропорту Лос-Сантоса, действует неплохая такая скидка. Нас же интересуют именно те ангары, которые стоят в форте Занкуда. Форт Занкуда это военная база, на которой с самого выхода игры и базируются самолеты Лейзер. А сейчас, после выхода обновления контрабандисты, нам разрешают покупать ангары на этой базе. И самое главное преимущество, которое мы получаем при покупке этого ангара, это абсолютный пофигизм и безразличие военных к тому, что мы находимся на их территории. А так как военные не испытывают к нам никакого интереса, не преследуют нас, когда мы ездим по их территории. Это позволяет нам спокойно подъезжать к любому из Лейзеров, которые находятся на военной базе, и пользоваться ими в своих корыстных целях столько, сколько вашей душе угодно. Ну так извините меня, самый дешевый ангар стоит 2 миллиона 85 тысяч долларов, а со скидкой и того дешевле. А один какой-то самолет в три раза дороже, чем целый ангар. Поэтому, как по мне, абсолютно нецелесообразно покупать данный самолет. Я и бункер-то не считаю обязательным к покупке. И повторюсь, что единственное, зачем бы я его купил, это лояльность военных в тот момент времени, когда я тихонько гажу им под носом. Если же вы солидарны со мной в том, что не нужно покупать ни ангар фортизанкуда, ни истребитель лейзер, но при этом вам очень сильно хочется на нем полетать, то никто не отменяет старый добрый угон военной техники. Тем более, что сделать это в GTA Online абсолютно легко и не отнимет у вас слишком много времени. Просто заезжаем на военную базу на одном из бронированных автомобилей, которые вы наверняка уже купили в своем гараже, для того, чтобы вас случайно никто не грохнул по пути к самолету. Забираемся в него как можно быстрее, чтобы все обозленные военные не успели подъехать к вам до того, как вы сели внутрь и просто взлетаем с военной базы. Далее отрываемся от копов и начинаем творить беспредел в Лос-Сантосе. Ну или для чего вы там украли этот самолет. Просто лейзер, в отличие от Гидрина, вряд ли можно будет использовать для прохождения миссий, так как его нельзя переводить в режим полета вертолета, где обеспечивается вертикальный взлет и посадка. А так как вы сможете использовать его только в открытой сессии, то, скорее всего, он вам очень быстро надоест. И тут вы подумаете, а нахрен я купил этот самолет за 6,5 миллионов, когда я его мог угнать абсолютно бесплатно? Конечно, это не относится к вам, если вы человек, который считает своим долгом скупить абсолютно все в GTA Online. В таком случае я желаю вам удачи и даю вам флаг в руки и, как сказал Нагиев в девятой роте, истребитель вам в ангар. А у меня на этом все. Я считаю этот вопрос полностью раскрытым и потому не смею больше задерживать ваше внимание на своем видосе. Ждите моих следующих видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok